Здравствуйте! В эфире передача «Криминальный Курск» в студии Айсен Николаев. Сегодня в нашей программе. Грабеж на 17-м квартале. По горячим следам задержана группа несовершеннолетних. Вам объяснили, за что вас задержали? Ну, говорят, типа, то, что мы телефону, вот это не так. Отгулялся. Мужчина отказался платить по счету в ресторане. А ты знаешь, что я? Современная дружина. Как студенты помогают бороться с преступностью? Сотрудники дежурной части при получении информации об участии в правонарушениях и преступлениях молодых людей передают ориентировку не только наружным службам полиции, но и студенческим отрядам правопорядка. Начнем с криминальной хроники. В первом часу ночи 29 апреля на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о совершении грабежа по улице Семена Данилова. В первом часу ночи 29 апреля на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о совершении грабежа по улице Семена Данилова. Потерпевший смог описать нападавших, которые отобрали у него сотовый телефон. В ходе патрулирования наружными службами в районе РБ номер 2 была замечена группа молодых людей, похожих на описание. Увидев полицейскую машину, злоумышленники разбежались в разные стороны. Первыми были задержаны две несовершеннолетние девушки, состоящие на учете. Вскоре были задержаны оставшиеся трое парней, которые в ходе бегства выбросили телефон. По данному факту проводится проверка. Вам объяснили, за что вас задержали? Говорят, что мы телефону, что это не так. У кого телефон? Откуда я знаю, какой телефон? Какой-то телефон, да. 30 апреля в отдел полиции был доставлен мужчина, отказавшийся платить по счету в ресторане. 29 апреля поступил вызов из ресторана в центре Якутска. Прибывшими сотрудниками полиции был установлен мужчина, который в тот вечер решил провести романтическое свидание со своей пассией. Однако, к окончанию рандеву, мужчина был настолько пьян, что отказался платить по счету. Будучи доставленным в отдел полиции, мужчина продолжил вести себя вызывающе, высказывая нецензурную брань в адрес блюстителей закона. А ты знаешь, что я... ...молодой человек. Присядь, присядь. Да не, 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 не. Садись. Юные стражи порядка. О буднях добровольной народной дружины студенческого городка. Бойцы студенческого отряда правопорядка и добровольная народная дружина университет оказывают большую помощь столичной полиции в поддержании общественного порядка на территории студенческого городка. Студенческий отряд правопорядка при первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова совместно с сотрудниками батальона патрульно-постовой службы ежедневно патрулируют территорию старейшего вуза республики Саха-Якутия. Добровольная народная дружина университет задействуется при проведении общегородских мероприятий. На сегодняшний день бойцы не только пресекают административные правонарушения, но и принимают деятельное участие в раскрытии преступлений. Сотрудники дежурной части при получении информации об участии в правонарушениях и преступлениях молодых людей передают ориентировку не только наружным службам полиции, но и студенческим отрядам правопорядка, что приносит свои результаты. В рамках федерального закона за номером 44 в Северо-Восточном федеральном университете создан роль народной дружины, куда входят не только студенты, но и преподавательский состав, работники Северо-Восточного федерального университета, который перед выходом на охрану общественного порядка приходит в пункт полиции Студгородок, где проводится инструктаж и совместно патрульно-постовой службой с участковыми уходят же на охрану общественного порядка на территории Студгородка. К примеру, в пункт полиции Студгородок межмуниципального управления МВД России Якутская поступило заявление от 20-летнего молодого человека о том, что он стал жертвой телефонных мошенников, которые под видом покупателей его сотового телефона готовы были перечислить деньги на карту. Заверив, что деньги переведены, они забрали сотовый телефон, а деньги так и не поступили на карту продавца. По данному факту, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии активистов студенческого отряда правопорядка были установлены трое молодых людей, 20-летние уроженцы Нюрбинского и Намского районов, а также уроженец Киргизии, находящийся в местах лишения свободы. Как пояснили задержанные, у них отработанная схема обмана доверчивых людей. По факту данного мошенничества возбуждено уголовное дело. В 22 часа в пункт полиции Студгородок поступило заявление от мужчины, что с его банковской карты, которую он потерял и не заблокировал, похищены денежные средства в сумме 7800 рублей. После этого потерпевший обратился в полицию. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий при участии активистов студенческой добровольной народной дружины подозреваемый в совершении кражи денежных средств был установлен. Им оказался 22-летний уроженец Статинского района, ранее несудимый, у которого в ходе обыска изъята карта потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». И это только часть совместной работы полицейских и студенческой молодежи. Активное участие студентов в деле поддержания общественной безопасности и правопорядка является эффективной формой воспитания правовых основ у студенческой молодежи. Сюжет подготовлен пресс-службой МВД по республике Саха, Якутия. На этой неделе в Якутске зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал 12 человек. Около 87 трезвых водителей задержаны и отстранены от управления транспортом. 2 мая в результате аварии один из участников ДТП впал в кому. Продолжит Галина Тимофеева. 2 мая в полчетвертого утра на Маганском тракте столкнулись два автомобиля. В результате аварии один из участников ДТП впал в кому. По данным госавтоинспекции, водитель автомобиля Тойота Карина, следуя по Маганскому тракту со стороны города Якутска, на втором километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Ниссан Альмера. В результате автоаварии все, кто находился в обеих машинах, получили различные травмы. 32-летний водитель Тойоты был срочно госпитализирован с травмами головы. Сейчас он находится в коме. При освидетельствовании установлено, что женщина за рулем Ниссана была в состоянии алкогольного опьянения. На нетрезвую автомобилистку инспекторами ГИБДД составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В рамках целенаправленной работы по профилактике автоаварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с 30 апреля по 3 мая на столичных дорогах сотрудниками ГИБДД было задержано и отстранено от управления 68 нетрезвых автомобилистов. В целях профилактики автоаварий госавтоинспекция в предстоящие выходные дни 7, 8 и 9 мая увеличит плотность снарядов ДПС на городских и пригородных направлениях и проведет массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Любая информация о нетрезвых участниках дорожного движения принимается круглосуточно по телефону 127 и 02. Множество различных интернет-услуг в последнее время наводят мошенников на различные уловки с использованием возможностей мобильных приложений. Недавне в Якутске раскрыто несколько случаев интернет-мошенничества. Обо всем подробно в материале нашего корреспондента. С недавних пор в Якутске распространилось несколько преступных схем с целью собственного обогащения за счет доверчивых горожан. Пользуясь невнимательностью жертвы, мошенникам удается обманным путем получать денежные средства. Другие ценные вещи только за свой актерский талант. Жертвами подобных преступлений в основном становятся частные лица, которые размещают в интернете объявления о продаже своего имущества. Я купил новый телефон и решил продать старый через интернет. Разместил объявление в интернете и мне позвонил мужчина, который решил его купить. Через некоторое время к моему дому приехал другой мужчина и он сказал, что он от потенциального покупателя. Он посмотрел телефон и позвонил якобы своему брату и сказал, чтобы тот перечислил мне деньги. Через пару минут он показал мне фотографию и квитанцию о переводе. И там была указана сумма и предупреждение, что деньги поступят в течение двух-трех дней. Я отдал свой сотовый телефон после этого. Однако через три дня никакого платежа мне не поступило. И вот я обратился в полицию. Еще один вид мошенничества связан с арендой квартиры. Например, человек, желающий снять квартиру, размещает объявление на каком-либо интернет-портале. Мошенник звонит по указанному телефону, представляется собственником квартиры, отправляет фотографии. В случае, если жертва соглашается на аренду данного жилья, злоумышленник говорит, что сам он подъехать не может. Поэтому просит арендатора подойти, например, на станцию скорой помощи. Якобы там работает его родственник, который заберет залог за квартиру и передаст ключи. Доверчивый гражданин подается на уловки мошенников, передает деньги, а в среднем это 20 тысяч рублей, и забирает ключи. Приехав по указанному мошенникам адресу, жертва обнаруживает, что ключи от обещанной квартиры не подходят. Уважаемые граждане, в настоящее время на территории города Якутска участились факты мошеннических действий. Злоумышленники выкладывают объявления в социальные сети о продаже или скупке чего-либо. Это может быть как сотовый телефон или крупная бытовая техника. Даже может быть сруб леса. Сейчас вам расскажу буквально несколько основных моментов, чтобы не стать жертвой таких злоумышленников. Ни в коем случае не передавайте свое имущество незнакомым лицам без получения денежных средств на руки. Также лично проверяйте информацию о происшествиях на территории города Якутска, которые могли случиться с вашими близкими или вообще откуда-либо слышали от незнакомых лиц. Также никогда не приобретайте товар, который вы не видите. И помните, граждане, о том, что только ваша бдительность поспособствует сохранению вашего имущества. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok